Наши новости начинают свою работу в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Пострадавшим от первой волны паводка выделят дополнительные средства из федерального бюджета. Эту тему обсудили в Рио губернатора края и председатель правительства России. Проблема по-прежнему актуальна. Почему крыши школ региона протекают вне зависимости от того, ремонтировали их или нет. До старта шукшинских дней на Алтае осталось меньше двух недель. Как готовятся к встрече гостей в сростках? В Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудили вопрос о выделении дополнительной помощи пострадавшим от весеннего паводка и на восстановление инфраструктуры. В начале встречи Томенко рассказал о неблагоприятных погодных условиях, которые сложились в крае в марте-апреле этого года и в итоге привели ее к режиму ЧАЭС в начале лета. Из-за переувлажнения почвы, подчеркнул в Рио губернатора, сроки посевной серьезно сдвинулись, пришлось менять структуру площадей. Затем Томенко рассказал о сложностях преодоления последствий ЧАЭС. Он заметил, что от весеннего половодия пострадало большое число жителей региона. Им на помощь правительство России направило около 400 миллионов рублей. Деньги сегодня все доведены до получателей. Я также, Дмитрий Анатольевич, после того, как дополнительно еще года сошла, отработали комиссии муниципальные и межведомственные. Еще 5,5 тысяч человек к тем 18, которые уже помощь получили, оказалось, необходимо им тоже помогать. Такую работу мы сейчас с МЧС России и с Минфином проводим. Проект распоряжения подготовлен и будет представлен вам на подпись. Томенко добавил, что от большой воды серьезно пострадала транспортная и дорожная инфраструктура края. И на ее ремонт также нужны дополнительные средства. Дмитрий Медведев согласился рассмотреть эти вопросы и порекомендовал не затягивать с подачи необходимых документов в аппарат правительства. Продолжение следует... Министерство связи и массовых коммуникаций уже заявляло, что внутри сетевой и национальный роуминг будет отменен в первом полугодии 2018 года. И все крупные операторы приступили к изменению тарифов. Крыши текут вне зависимости от того, был на них ремонт или нет. Это о школах края. К примеру, в Шипуновском районе с этой проблемой столкнулись сразу два учебных заведения. Крыши потекли во время дождя почти сразу же после окончания ремонтных работ на кровле. Подробности у Анастасии Дороган. Урок с огоньком. Не думали восьмиклассники Самсонова, что биология может так зажечь. Проводку замкнула из-за того, что крыша местной школы течет. Теперь под каждым швом потолка – ведра. Вытираем, убираем, маленько просохнет. Тогда в первых рядах еще дети занимаются. Все пришло в негодность. Мебель, стулья, столы – все они заржавели. Помещение капает не только во время дождя, но даже через несколько дней после. Отвалившаяся штукатурка, разводы на стенах, углах, вокруг оконных рам – в каждом кабинете второго этажа. А этот фон отлично подойдет для какой-нибудь квест-игры. Плесень, штукатурка отваливается, шов между плитами рассыпается. Под крышей видна арматура, а плафон скоро рухнет. Его крепление прогнило от сырости. В 2015 году в школе, где занимается 160 детей, муниципалитет выделил 400 тысяч рублей на замену покрытия кровли. Рабочие приехали в ноябре. Грелками оттаяли снег, разморозили крепление, залили слой битума. Ветром его сдуло через месяц. Второй слой обещали сделать летом 2016 года. Но до сих пор ждем. Уже первого слоя давно нет. Мы подали бюджетную заявку, что район готов и просит включить наш объект образования в эту программу. Комплексная адресная инвестиционная программа. В ближайшее время будет составлен проектным институтом проект на устройство шатровой крыши. Вопросы на контроле у главы администрации Шипановского района. А на очереди филиал школы на 44 ребенка в Войково. Отремонтированной в 2014 году на деньги района кровли хватило чуть дольше, на пару месяцев. С тех пор уже 4 года кабинеты не защищены от дождей. И в таких условиях проходят уроки. Если фоль не сделать, это крольное покрытие, там начнут уже отходить плиты, на чем лежат, кирпичная кладка и прочее, прочее. Она в каких-то местах уже отходит. Как пояснили в Краевом министерстве по образованию, ответственность за работу, организованную муниципалитетом, они не несут. Но в любом случае, даже у типового договора на ремонт предусмотрено 5 лет гарантии. Гарантийный срок обязательств не прошел. И муниципальному заказчику необходимо вести активную претензионную работу, чтобы все недоделки были устранены в рамках гарантийных обязательств. Поскольку повторное направление средств на этот же объект без вот такой вот работы будет считаться неэффективным и может быть даже не целевым. И теперь району предстоит заставить подрядчиков переделывать работы. Неудачи или халатность встречаются в ходе выполнения госпрограмм, как это случилось, к примеру, с детским садом Павловского района. При замене кровли рабочие, по словам заведующей, не вывели на крышу вентиляцию, и конденсат палился на голову детей. Еще чаще, к сожалению, обратная история, когда ремонта просто не могут дождаться. В Андроново-Тюменцевского района жители полгода добивались, чтобы перекрыли дырявую кровлю. Теперь полгода ждут, когда отремонтируют кабинеты, отсыревшие от дождей. В Троицком селе Белово крыша много лет топит актовый зал и кабинет географии. И, по словам директора, школу только планируют подать в программу ремонта. Анастасия Дороган, Николай Шелком. Наши новости. Ну а вот в Краевой столице этим летом отремонтируют более 150 школ и детских садов. Из городского бюджета выделено около 90 миллионов рублей. Начали ремонт меньше месяца назад, после 25 июня, сразу по окончании единых госэкзаменов и первой смены летних лагерей. Нам необходимо заменить где-то деревянный пол на негорючие материалы, где-то двери поменять, где-то окна, утеплить стены. То есть объем работ достаточно серьезный. Особое внимание в этом году уделят ремонту спортивных залов и стадионов. В рамках специальной городской программы в пяти школах их уже отремонтировали и в ближайшие годы планируют провести реконструкцию еще в 38-ми. На это выделят более 100 миллионов рублей. Капитально в Барнауле в этом году отремонтируют одну школу, 78-ю. Она отметит 70-летний юбилей. Сегодня здесь побывал глава города Сергей Дугин. В школе уже сделали кровлю, заменили пластиковые окна, систему канализации, водоснабжения и отопления. Осталось заменить потолки, отремонтировать столовые и коридоры. Всего на реконструкцию выделено более 6 миллионов рублей. Гарантия на работы 3 года. Сложно определить того подрядчика, который сделает качественную работу. Все они говорят, что мы давно уже работаем в этой сфере. Мы достойные. Поэтому, ну как, у нас родительский контроль. Контроль со стороны директора школы, педагогов, со стороны комитета. Поэтому мы постоянно в ходе строительства, мы постоянно ведем контроль. К 1 августа ремонт всех школ и садиков должны завершить. В это время начнется приемка учебных заведений к новому учебному. Просроченное лекарство получал 6-летний пациент Барнаульской инфекционной больницы номер 2. Ребенок мог умереть из-за халатности врачей, уверена его мама. С просьбой разобраться она обратилась в Краевой Минздрав и в нашу редакцию. Все подробности у Валентины Аскеровой. В постельное белье, как половая тряпка, матрас как будто пережил войну. В минувшую субботу Женя с мамой попали в инфекционную больницу номер 2. Олеся вспоминает, помимо рваного белья, грубый медперсонал, всюду грязь, но это еще полбеды. Женщина совершенно случайно узнала, что ее сыну капали просроченное лекарство. Я смотрю, лежит в ванночке там у них на посту. Ну я подошла, взяла его, смотрю, а он просроченный на месяц. Я вообще была в шоке. Хорошо, что мы всего лишь капали, получается, 3 дня. Избежали из этого ужасного ада. Она написала отказную и избежала, но перед этим пожаловалась заместителю главного врача. Реакция должностного лица ее вновь повергла в шок. Я не ожидала такой реакции, что она запретит мне кому-то что-то говорить. Она просто умоляла никому ничего не говорить. Позже Олеся прочитала, что если бы препарат капали чуть дольше, то ее сын мог бы умереть. Правда, с этим предположением категорически не согласна заместитель главного врача больницы. Я уточню все-таки про лекарства. Не могу сейчас вам ничего больше говорить. Можно я уточню? А вы знаете, что если она просроченная, то она смертельный эффект приносит ребенку? Не приносит это лекарство, смертельный эффект. То есть это ложь? Это полная ложь, конечно. То есть ребенок будет жив и здоров, употребляя просроченное лекарство? И тишина. Пускать нас в отделение заместитель главврача отказалась. Лишь уточнила, просроченное лекарство оказалось в свободном доступе по ошибке. Его готовили к утилизации. Но это уже нарушение закона, поясняют специалисты Краевого раздравнадзора. Если они готовились к утилизации, они выявлены, должны быть и в карантинной зоне. И доступа никаких туда специалистов, кроме ответственных лиц, не должно быть. А это я так понимаю, что кто-то сфотографировал. Владимир Трешутин также пояснил, что с проверкой в больницу специалисты Росздравнадзора придут уже завтра. Если вина подтвердится, то ответственным лицам выпишут штраф от 1 до 300 тысяч рублей в зависимости от должности правонарушителя. Наша героиня считает, этого недостаточно. Интернет пестрит многочисленными негативными отзывами в адрес медучреждения. А случай с просрочкой просто взорвал в соцсети. Люди не могут понять, почему золотое для врачей правило «Не навреди» в стенах этого детского учреждения не работает. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Хочешь попасть к врачу бесплатно? Сделай фото с друзьями на фоне диагностического центра. Объявление такого содержания появилось на сайте Министерства здравоохранения края. Победители могут попасть на прием к любому специалисту центра. Ключевая фраза – бесплатно. Кстати, барнаульцы и гости города, которых мы опросили прямо у входа в диагностические, такое предложение сочли любопытным. Заманчивое предложение, скажем так. Скорее да, чем нет. Потому что это интересно. При этом диагностический центр – это не коммерческая организация, а краевое бюджетное учреждение. По сути, потенциальные участники конкурса уже оплатили его работу своими налоговыми отчислениями. А интерес их к розыгрышу во многом обусловлен тем, что попасть туда бесплатно могут далеко не все. Ну или долго, по словам пациентов, приходится ждать очереди. Утром по телефону в пресс-службе центра нам пояснили, что акция приурочена ко дню рождения диагностического. Правда, дать комментарий на камеру отказались. Да и на сайте Министерства здравоохранения рекламу конкурса сегодня же, видимо, понимая абсурдность ситуации, удалили. В Барнауле ищут мужчину, который вечером 8 июля напал на женщину с целью сексуального насилия. Происшествие случилось на улице Трактовой. К счастью, преступления не произошло. Женщина оказала активное сопротивление. Хулиганы зафиксировали камерой видеонаблюдения. Он передвигается на велосипеде, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят позвонить по телефону, который вы сейчас видите на экранах. Следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на изнасилование. Сегодня в Барнауле простились с легендарным фотографом и журналистом Виктором Садчиковым. Коллеги и друзья мастера рассказали о том, кем он был для них и почему уход – настоящая потеря. Валентина Манцарова выпустила в свет не одну сотню журналистов. Ведь много лет назад именно благодаря Садчикову она сама полюбила эту профессию, которая отдала всю сознательную жизнь. Будучи студенткой Уральского университета, она приехала на практику в Алтайскую правду. Загорелый красавец с обаятельным голосом, при этом настоящий профессионал своего дела. Такими были первые впечатления юной Вали от своего наставника Виктора Садчикова. Когда мы с ним говорили о том, что вот нынче по-другому относятся к изображению, что фото иллюстрация нынче никому не нужна, нужна правда жизни. Он говорит о правде жизни только в красоте. Дитя войны. Садчиков родился в бедной семье, пробивался в жизни самостоятельно. Трудился на заводе и очень гордился тем, что простой рабочий стал журналистом. Он приехал на Алтай из Воронежской области. За всю карьеру ему неоднократно предлагали престижные вакансии в других городах и даже за рубежом, но он остался преданным Алтаю. Мы успели, успели при его жизни, отбирали лучшие фотоплёнки, лучшие снимки в госархив, сдали. Это вечное хранение. Это очень правильно всё было сделано. Это навечно. Проститься с легендой пришли его друзья и коллеги. Это самые близкие, дорогие люди. У Садчикова не было жены и детей. При этом он не чувствовал себя одиноким, говорит Анисифоров. А женщины, которые встречались на его пути, не выдерживали конкуренции. Настолько сильно мастер был увлечён работой. Виктор Садчиков умер на 78-м году жизни. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжаем выпуск. До фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» осталось меньше двух недель. Над подготовкой к главному литературному и кинособытию года готовится целая армия организаторов. Как родное село Василия Шукшина с Ростки готовится к приезду тысяч гостей, расскажет Ирина Корчагина. Теперь, дорогая моя доченька, ты должна играть ещё лучше. Ещё юная Лидия Федосеева. Любовь всей жизни Василия Шукшина, которая началась с неприязни. В этом году в музее имени режиссёра и актёра отдельную выставку посвятили народной артистке. Фотографии, открытки – это платье, в которых её героиня Нюра Расторгуева появилась в фильме «Печки-лавочки». Его зрители увидели в сцене, снятой в Ялте. Только тогда она почему-то была длиннее. Лидия Николаевна просила, когда мы с ней встречались в Москве, у неё дома, чтобы всё было скромно. Мы пообещали, уж скромность у нас будет точно. И всё же самое брендовое мероприятие Алтая вряд ли получится провести скромно. Основная программа состоится 28 июля, в субботу. В течение всего светового дня гостей ждут обряды с берёзовыми вениками, вареники, деревенские картошка и огурцы. Туристы будут пилить брёвна, шить куклы-обереги, играть в шахматы, любоваться на казаков. Всё это действие будет проходить с 10 утра до 4 часов вечера. И поплясать, и попеть различные частушки от Шукшинских до Ядрёных. В этом году в Сростках впервые проведут маршруты по исторической части села. Вместе с экскурсоводами гости зайдут в усадьбы, выйдут к речке. В прошлом году Шукшинский фестиваль посетило более 3000 человек. В этом году ожидает ещё больше. Андрей Щукин сказал, что разослал приглашение в 69 муниципалитетов. Нам нужно, чтобы человек пропал в Сростки в этот день первый раз. Дальше всё пойдёт как нужно. Поклонников у Шукшинских чтений множество. Правда, некоторые, к примеру, барнаульский журналист и писатель Владимир Токмаков, считают, что фестиваль больше напоминает шоу. Формат, в который вписывались писатели и поэты, умер. Шукшинский фестиваль в 1976 году начинался именно как шукшинские чтения. Понятно, что, ещё раз говорю, время изменилось, форматы тоже необходимо менять. Что-то хорошее можно взять из того времени. Но, например, почему бы не провести какой-то масштабный литературный фестиваль. Ближе к вечеру 28 июля на горе Пикет станут известны лауреаты Шукшинской литературной премии и победитель Шукшинского кинофестиваля. Ожидается приезд именитых писателей, режиссёров, артистов Януша Вишневского, Виктора Мережко, Фёдора Добронравова. Закроет 42-е шукшинские дни на Алтае певица Пелагея со своей концертной программой. Ждать шоу осталось недолго. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости. В Тюмени появились самые большие музыкальные часы в России. Изготовили и смонтировали их барнаульские мастера. Вот так вы сейчас увидите часы выглядят. В центре конструкции Солнце и Луна. Вокруг 12 образов русских сказок, в их числе царь, баба-яга, золотой петушок. Раз в час они будут воспроизводить представления по сказкам Пушкина. Важно, что все 12 образов имеют подсветку, поэтому разглядеть их можно будет и в тёмное время суток. Кстати, похожие часы, но меньшего размера, есть в Чехии и Грузии. Полюбоваться городскими пейзажами с высоты птичьего полёта. Парк развлечений Орликина разыгрывает билеты на колесо обозрения. Чтобы их получить, вам нужно зайти в группу «Наши новости» ВКонтакте. На странице есть информация о розыгрыше, сделать репост и зарегистрироваться в нашей группе, а также в группе парк развлечений Орликина. Через неделю генератор случайных чисел определит троих победителей. Их пригласим к нам в редакцию, где и вручим билеты. В завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». В регионе по-прежнему жарко, в отдельных районах грозы. В Куландиабийске и Рубцовске 28, в Балейске, Заринске и Славгороде 29, в Барнауле ночью 18, днем, возможно, гроза, ветер северо-западными временами порывисты, и до 28 выше ноля. У меня все новости на сегодня. До встречи. Михаил Ребров на фронте с 43-го года. Отличился в боях у деревни Городище на Украине, заменив выбывшего из строя командира взвода. Бойцы под командованием красноармейца отразили ряд вражеских атак. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Героя Советского Союза